1, 2, 3, 2, 1, GO! Нормально, хорошо, выгоняй! Окей, Анна, это скидка! Выка, Барка! Окей, добрый день! Друзья, товарищи, в ролях были дети. Дети, которые вошли купаться, решили с нами не едут в магазин, потому что они вчера уже накупили все, что хотели купить. Сегодня сказала, едем, но конфетов покупать не будем. Сказали, тогда прощайте, родители, мы лучше будем в бассейне купаться. Все? Какие шумные иногда. Неужели это наши дети? А как открывается? Профессионал. Вот, что ты не замечала? То есть я не выходила из дома. И едем. Все уже приблизительно, если не точно, знают, где мы находимся, кто мы такие. Ну, что делаем? Как делаем? Еще не знаете, наверное. Сами не знаем. В общем, решили пойти на ужин что-то закупить. Список написала. Пишу, пишу, пишу. Для господина хочу роллы сделать. Дочки тоже сказали, мам, роллы хорошо хотим. Но здесь только один магазин, не тушку, один магазин. Поблизости. Магазин, в котором почти все есть. Все написала, написала. Рис должна купить. Рис должна купить. В общем, соус, рыбу, авокадо, кюкумбер, огурец. Говорю, а чем буду заворачивать роллы? Ничего такого заворачивающего не нашла в шкафах. Говорит, не хочу роллы. Значит, все написала. Все возможно найти в этом магазине. Думаю, это тоже у них будет специальная штука, чтобы роллы крутить. Посмотрим, есть штука, купим, нет штуки. Может быть, чем-нибудь прокрутим. Я сейчас представляю, вы в комментариях пишите, чем можно закручивать. Жаль, что я не вижу. Добрались, выходим. Температура сколько? Люди хотят знать. Сердце почувствовало 80 фаренхайт. Пожалуйста, посмотрите, сколько это в Цельсиус. Мы уже знаем, Эгина, где-то 26-7. Сейчас проверим, подождите. 27. Я так и сказала. Что-то после 20. 20 плюс. Лето. Это хотела сказать. Магазин находится за 5 минут. Близко очень. Очень даже хороший магазин. Хе-хе-хе. Интересно, кто покупает дрова Винько в эту сторону, а? Кому нужна дрова. Знаешь. Нам попало. Можно. Хочется пройтись по списку. Ну, чтобы запомнить, зачем я сюда приехала. Ну, а пока пройдусь, могу и вспомнить эти такие вкусные. Возьмем карамельки мягкие. Печенье готовилось с такими карамелями. Раскрываете печенье, а там карамель течет. Очень вкусное печенье. Не поленюсь, приготовлю, поленюсь. Видео посмотрю и сытно будет. Помню, написала лимоны. Откроем, лимоны возьмем. Много не возьму, потому что мне всего лишь один нужен. Какие нехорошие. Уже гнилые. Не жалуюсь, делюсь. Эти не возьму, наверное, сейчас. Не думаю, что сезон. Если нехорошие будут, плакать будут бедные дети. Мамбо. Сейчас сезон яблок. Кстати, хватим, если получится завтра. Может быть, и поедем яблоки купим. Из яблочных садов. Сезон Кампкина. Везде эти маленькие детали. Хотя декоративные. Полкилограмма, два доллара с чем-то копеек. Вчера дети в магазин пришли, виноград купили. До чего же сладкие и хрустящие были. Что съели? Хочешь, сразу два возьмем? Муарам, с собой возьмем. Нет, не хочу много чего взять. Вещи не хочу набрать. Но очень хорошая она. Возьмем два. Если женщина хочет, если женщина хочет. Маленький салатный смесь. Листья. Еще не знаю, что будем готовить на салат. Всегда хорошо. Для кого как. А нам так пройдем. А что если хорошие? Не сезон. Сама себе дала обещание не покупать не сезонные арбузы. Но почему не сезонные? У меня сейчас арбуз растет. Два арбуза. Ну, чеснок нужен, это хорошо, ты что-то не видела, не курма, это королёк. Королёк, курма, какая разница? Разница сорта. Полкилограмма, доллар девяносто восемь копеек. Очень даже неплохая цена. Иногда в американских супермаркетах одну штуку продают за два доллара. То же самое с гранатом. Одна штука за пять долларов. Сезон груш. Кстати, многие писали, что приготовили груши так, как я их приготовила. То есть, пожарила, потом в вине потомила и всем понравилось, особенно мужьям. Теперь они просят, муж это просит каждый день, говорят. Мне нужно уже спелый авокадо, потому что сегодня хочу использовать. А, это кажется немножко спелый. Остальные не спелые, а на сегодня, если хочу. Зачем брать такое? Думаю, у нас есть авокадо. Вряд ли. Знаете, да, это слоновый чеснок. Посадила, вырос, но не такой слоновый. Очень маленький. Окей, там взяла уже чеснок, хватит. Здесь авокадо увидела. Может быть и найдем то, что хотим. Кажется, находим. Не очень такие прекрасные. И пошли дальше. Еще сезон гриб прута, наверное. Люблю это помело. Очень вкусные. Но эти маленькие. Огромные вкусные. Ну, очень много авокадо, как выяснилось. И прекрасные, и спелые, и не очень прекрасные спелые. Окей, уже взяла, но хотела потрогать. Картофель из Айдахо. Самые хорошие, говорят, там это и выращивают. Было время, до сих пор есть. Это, переезжаем куда-то с детям, говорили, в Айдахо поедем. Говорили нам, что там, картошку выращивать столько. Ну, почему только картошку? Вот смотрите, ваша мать, ваша мать, столько всего выращивать. Можно и картошку, помидоры. На всякий случай, если пюре захотят, картошка из Айдахо есть. Здесь разнообразие картофелей. Давайте покажу. Такие малюсенькие, очень хорошие бывают. Эти малюсенькие, тоже хорошие. Разные, наверное, сорта разные. Красная картошка, малюсенькая. Может, возьму все-таки этот разнообразный. Ну, побольше. Картошку очень люблю, ценю. Всегда кушаю. Разноцветная, малюсенькая картошка. Можно пожарить. Что хотите, можно сделать. Не для пюре, для жарки. Золотая картошка, красная, тоже желтая, сладкая. Дома у нас есть, наверное, не возьму. Эти хорошо испечь, потом с маслом, со сметаной и тому подобное. Куда дошли? Проходим. Настоящий казан для хаша. Только мы столько хаша не варим. Только для хаша, для всего. Можно и... Что делать? 37-литровый. Что хотите, можете делать в этой кастрюле. Целый поросенок там поместится. Огурец один возьму. Это не хороший сорт огурца. Безвкусный такой твердый огурец. Но для суши, если готовим, дети с огурцом любят. Один хватит. Проклый такой свежий выглядит. Один возьму. Арка любит. Так в свежем виде кушает. После пиццы. Перчики острые. Может быть понадобятся. И пошли искать рис. Разнообразие риса. Ошеломляет. Искали, искали. Спросили у продавца. Говорит, по-моему, у нас он закончился только коричневый. И говорю, пожалуйста. Очень даже есть. Полкилограмма. Доллар двадцать восемь. Хорошая цена. Или я не знаю про цены. Бизнес суши хочу открыть. Ну, дочка очень любит. О, точно. Короткий стыкер айс. То, что хотим. Это есть. А где крутитель? Это чем закрываем? Этим? Как культурно. Очень большое разнообразие. Очень большое. Ошеломляющее. Здесь нужно написать, что из себя представляет этот. На всякий случай, давай на фото сниму. В этом магазине иногда есть товары, на которых нужно написать номер этикетки. На всякий сфотографирую. Разнообразие специй. Жизни не хватит, чтобы все перепробовать. Вряд ли что-то куплю. Не так, что у меня дома нету разнообразных. Ой, это серьезно. Не хотят. Вряд ли это куплю. Вряд ли это тоже куплю. Завтра брейкфаст. Что будем делать? Посмотрим. Такой скалки у меня нету. И как раз в этом доме скалки не нашла. Думаю, чтобы быстрые лепешки. Если захочу сделать тесто есть, можно раскатать и в кастрюле маленькие такие тонкие что-то приготовить. Здесь еще продолжаются специи. Капель. Ммм. Согласайте. Семену не нету. О, чикен бульон. По килограмму чикен бульон продают. Это не знало. Греву микс. Гумус микс есть. Наверное, теперь и молотый нот. Молотый нот. Окей, это нам не интересно. Макароны. Что хотите? Какой макарон хотите? Эгина, это ваш магазин. Все есть. Даже спахетти есть. Смотрите. Это Энгел Хэрд? Это дети не любят, кстати. Это очень тонкие. Наши предпочитают эти спахетти. Я люблю лингвини. Или капючини. Мои любимые. Тоски. Пармажано. Пармажано в бочках продают. За крутики, да? Но запах пармажано не люблю. О, здесь тоже разнообразие. Макарон даже. Тортеллины. Разные тортеллины. Кускус есть. Кускус не готовили вместе. Ага. Это очень люблю. Орзо. Но такого разноцветного никогда не готовила. Может приготовим? Немножко возьмем. Дети любят. Нам бы нашим детям макароны давай. Каждый день с пиццей. Макароны. Будут счастливы. Трехцветный орзо. Одноцветный орзо. Одноцветный орзо. Красивый салат получится. С таким трехцветным. Ох. Не так нужно. Нужно взять эту штуку. Там написать номер орзо. Один восемь семь пять. Здесь разные писташковые изделия. Орехи. Смешанные шоколадом с сухофруктами. Чипсы. Наше любимое печенье только по штучному. лицу. И туда зашла. Нет. Семулина здесь нету. Может спросим о рам. А то потеряемся. В этом магазине хочется жить. Здесь готовая мука. Уже. Тельнозерновая. Кейстри. О. Бабс Рэдмилл здесь продают. Очень хорошая фирма. Ржаная мука. Всякая мука. Семена льна. Такие. Такие. О. Гречку здесь есть. Каша. Посмотрите. Потом говорят. Каши нету. Молодцы. Написали. Может гречку тоже есть. тоже куплю, может вкусная. Знаете, да, дефицит гречки Мустраль. Люди в панике. Видно, да, что паники? Столько купила. Ну, немного, очень много купила. Кстати, из других магазинов более сильной пожарки, смотрите. На цвет, там еще можно увидеть зеленую. Ну, а гречка, она зеленая. Невкусная, не жареная гречка. Думаю, так вкуснее. Ну, по-первых, забыла. Нужно эту штуку написать номер гречки. 1484. Нашли Сэмулину Боба. Окей. Разднем немножко. Это очень часто использую для пиццы, когда хочу в духовку, в печку послать. Обычно на Сэмулине посылаю. Но сам по себе Сэмулина такая крупная и легко скользит. Тесто. Взяли. Тогда закончится, вернемся в этот магазин. Ара. Забываю, что нужно размер написать. Мангфрут Аушчика. Этот подсластитель, мангфрут, говорят, очень даже хороший, был в дефиците. Но у нас. Искуску покупала, потом закончилась. Здесь можно мешками купить. Шоколады не хотим. Остальное, думаю, шоколады не хотим. Подождите. О, у меня чаклась в таких количествах. Ну, чтобы растопить или потопить. Я хочу по списку пройтись, потому что не хочу слишком перейти. Ну, очень экономно, шаппи. Деньги закончились. Как видео, Коско, зашли детям сладости и что купить? Игрушки сладости купили. Не потратили тысячу. И прошла комментарий, что деньги закончились. Деньги обычно заканчиваются. Ну, и прибавляются, если работаете. Поработаешь, прибавится. Думаю, для Касалями взять. Три вида здесь есть. Цена хорошая. 300 граммов, 350, скажем, граммов за 8, за 9 долларов. Там сколько? Золотая колбаса сколько стоит? Полкилограмма 20 долларов. Хорошо стоит этот. Лучше стоит, чем 20 долларов. Наш уважаемый любит этот безвкусный сыр. То есть вкуса нету такого особого. Ни жирный, ни соленый, ни сладкий. Фета хочу найти. Пойдем. Что-то нашла. очень любит Люсейн. Это дабл. Как дабл двойной, двухэтажный, наверное. Обычно маленький берем. Вот такой. маленький стоит 3,68 а этот большой 4,37 8 хорошо может возьмем все возьмем это тоже хороший вкусный как раз хлеб пеку может на завтрак хлеб сыр свежий и все солями малями с малым количеством соли это возьмем это оставим надо брать салями это что еще взять эти тоже возьмем польшуто сухой салями и ручной работы хенд крафты хватит в ресторан на утро чтобы голодными не оставались чтобы не голодали не жаловались я знала что это я куплю этот хлеб в ресторане Cheesecake Factory и в этом ресторане самый вкусный этот хлеб с соленым маслом дети очень любят возьму очень даже должен быть ржаной цельно-зерновой но уже не важно дети любят берем индейку хочу взять дети очень любят но хочу попробовать очень вкусно очень вкусно это вкусно действительно вкусно очень вкусно я буду наоборот немного больше чем наоборот давай попробуем такой вкусный че американцы умеют готовить грудку и все и картошку пюре с чесноком с маслом с сливками ужасный ротик откройте это куриная грудка куриную грудку не покупали сами готовим что-то но никогда не покупали индейку всегда берем пюре 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 планы изменились на ходу суши не хочет человека говорит лучше суши дома сделаем здесь Сашими, качество сашими, чтобы рыба была свежая, чтобы можно взять и без паразитов кушать. Нету. А простой такой скри, с этими не хотим. То есть, говорит, я дома хочу суши кушать. Хозяин так хочет. А я думаю, все-таки, может, какой-то морепродуктором возьмем. Все-таки что-нибудь пожарил детям, курочку нам, морскую, какую-то зверь. Здесь у них есть кусочки тунца, замороженные. Это время нужно, чтобы отморозить. Значит, не берем. А свежий плохо выглядел, честно говоря. Красная рыба, нехорош, нехорош был. Здесь два куска все-таки взяла. Пожарим картошек. Картофельное пюре хочет со свежим хлебом. Калории карб-карб. Чтоб наесться. Видно, и так голодает мужик. Где целлофаной? Там возьмем. Все, берем грудку. Это нам, детям, грудку. И все. Берекачье. Сельский стайл макароны с яйцами. Это очень вкусно пожарить. Но такие грубые на вид. Может, все-таки попробуем, какие они сельские макароны. Попробуем. Пусть будет. Курочка, кажется, здесь. Взяли курочку. Все, значит, все взяли. Если суши не готовят, значит, не буду искать этот коврик. Что еще? С курочкой картошка. С рыбой картошка. Хлеб, сыр, макароны. Все есть. Хлеб, сыр, макароны. Брест купили. Шримп уже не покупаем. Уксус рисовый не покупаем. Все равно не готовим. А дома у меня две бутылки. Свежую рыбу. Просто рыбу купили. Сой, сос не нужен. Все. Крусть. Все купили. Очень люблю эту часть всех магазинов. Ну, кухонные гаджеты. Можно хотя бы посмотреть, если у вас все есть уже. По жутарам, если здесь поискать, эту суши штуку можно. Но это палочки. Для суши. А, это палочки. А где крутилка? Не знаю, почему ищите. У меня дома их три или четыре, не помню. Вот я не буду искать. Но хочу взять какую-то круглую форму, чтобы там булочки испечь. Не нашла бы в доме. Девяносто восемь копеек. Возьму. Очень люблю девяносто восемь копеек. То, что хотела, не нашла. Это тоже подойдет. Там дома есть стеклянный. Вот, или там, или здесь в кокачу сделаю. А в другом булочке сделаю. А в третьем не знаю. Кажется, все. Все. Все взяли. Эти... В прошлый раз купила такую мешалку. И пока довольно работает. Цвет не пропал. Красивый. Но не хочу еще один. Вчера приселась и заказала несколько кухонных маленьких нужностей. Да не нужно, не нужно, не нужно. Двигаемся быстрее. Там у нас дети голодные, бедные. Большое разнообразие. Пинята, знаете, наверное, не только мексиканское явление само по себе. Там конфеты на день рождения дети палками бьют пока... Если думать, сколько агрессии вызывают у детей, бьют до той степени, чтобы все разбилось. Конфеты упали, и дети с Паула собирают конфеты. Это радость. Нужно удалить это. Дочки чипсы попросили. Барбекю флейвор. Тоже барбекю флейвор. Как малолюдно. И сколько работников. Сахар прикидем детям. Это патун кэндэй. Хавоиан панч. Перестаньте. Не судите, чтобы не быть судимым. Очень милый работник у них. Я про тебя. И быстро работает самое главное. Говорят, здесь пицца вкусная. Не проверяли. Как я вас заговаривала. Он еще не закончил. Сейчас вот, думаю, нужно было для дома шоппинг сделать. Чтобы больше не вернуться в магазин. Но, наверное, завтра войду все-таки. Быстро что-нибудь. Боже. Молодец. Очень, даже, неплохой шоппинг. 161 долларов 42 копеек. Ах, хочу на воздух. Как холодно в магазине. Все, жду, пока вернется. Скалку в руки дал. Почему-то, может быть, и места не нашел в большом багажнике. Или, наверное, чтобы туда-сюда не крутился. Он нервный. Арбузы не любит покупать из-за этого. И то, что круглое и двигается в машине, когда он водит машину. И звук исходит от этого. Сейчас, наверное, подумал скалку. Руки датиль может дал, чтобы я дорогу указывала в эту сторону хозяина. В другую сторону. Думает. Возвращается. Наши друзья хотят знать, почему скалку мне в руки дали. Боюсь, что кто-то не то скажет. Понятно. Говорит, твою голову хотела разбить. Но в руках оставься. Да всегда так разбивает скалкой. Особенно любит скалку разбить. Перечеркните. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!